Здравствуйте! В эфире программа «Ваш юрист». Статистика утверждает, что сегодня разного рода кредиты, включая потребительские, ипотеку, займы, имеют 57% экономически активных россиян. Кто-то дисциплинированно вносит платежи в срок, аккуратно погашая задолженность. Но многие люди не справляются со своими финансовыми обязательствами. Кредиты не закрываются, долги копятся. И это очень тяжелая и финансовая, и моральная история. Есть ли из нее выход? Есть. В Приморском крае запущен проект «Бесплатное банкротство», который позволит обнулить долги и кредиты. У кого есть такая возможность и какие условия? Расскажет Юлия Анатольевна Кустова, управляющая офисом Единый центр защиты, город Владивосток. Юлия Анатольевна, здравствуйте! Добрый день! Итак, Ваша компания запустила социальный проект «Бесплатное банкротство» для приморцев. Расскажите, кто может стать участником, какие там условия, какие у него вообще цели и задачи у этого проекта? Действительно, Единый центр защиты запустил с 15 марта для жителей Приморского края социальный проект «Бесплатное банкротство» для списания долгов. Действительно, есть такая возможность, согласно федерального закона 127-го, сейчас есть у каждого гражданина, если долги не посильные. Но наверняка есть какие-то условия. Вот с каким долгом может человек подать на банкротство? Банкротство может подать человек от 50 тысяч, если у него нет имущества, которое могло бы погасить эти долги. Кто может участвовать? Здесь участвуют люди, у которых есть долги, кредиты в банках, в физических лицах. Нет имущества для их погашения, кроме единственного жилья и ипотеки. То есть единственное жилье, оно федеральным законом защищено и они, конечно, не подлежат реализации в банкротстве. И действительно, у него нет дохода, который мог бы обеспечить погашение этих долгов, да, то он может обратиться за списанием. Это могут быть долги, как потребительские кредиты, да, так ипотечные, еще какие-то. Абсолютно верно. Вы сказали, что даже физическим лицам, если долги. Да, физическим лицам по распискам, да, такое тоже существует. Вообще по закону федеральному должник может быть с любым долгом. Что нужно сделать, чтобы стать участником проекта, вот именно бесплатное банкротство? Для того, чтобы стать участником, нужно обратиться к нам по телефону, записаться на консультацию и прийти к нам в офис. А смотрите, вот он так называется, бесплатное банкротство. Ну, бесплатное, это значит, все затраты на услуги компании мы берем на себя. Единый центр защиты, да, открылась 15 марта. Проект по социальному банкротству для граждан Приморского края. Для того, чтобы даже те, кто сейчас не может себе позволить списать долги, они висят им непомерные ноши, да, то есть единственное, что они могут, как решить эту ситуацию, это списание, это банкротство. Поэтому мы решили помочь. А можно списать вот прям все долги и кредиты или есть вот какие-то ограничения? Ну, есть ограничения. То есть нельзя списать долги, которые по элементам. Нельзя списать долги субсидиарной ответственности юридических лиц. И нельзя списать, если у тебя непогашенная судимость по финансовым статьям. Если это было мошенничество, да, в этом списании вы не можете участвовать. А в чем преимущество для человека банкротства перед займом? То есть теоретически он же может взять еще какие-то деньги, чтобы погасить свои долги. Ну, это тупиковый вариант, да. То есть все равно кредиты, сумма выплат растет ежемесячная. И, конечно, проценты растут ежемесячно. Если он не платежеспособен, то есть нет у него доходов, источника доходов, то это не выход. Знаете, я бы так ответила, что для многих банкротство, им кажется, что если они обратились в банкротство, я как будто с чем-то не справился. То есть я двоечник, да, мне стыдно, мне реально стыдно перед собой, перед друзьями, перед работодателем. Да, ой, я же банкрот, это значит, что я как-то плохо делал, да, то есть финансово неграмотный. И поэтому многие не обращаются. И из последних сил, которые у них есть, да, уже, которые давно уже пора, да, остановиться. Но они все равно продолжают платить и уже потом в сложной ситуации находятся. И, конечно, им, я советую всем приходить к нам на консультации, проходить правовой анализ и списывать долги. Вам, наверное, приходится там выступать еще и психологами, помимо того, что финансовую поддержку. Компания у нас с большим опытом. Много сотрудников, которые работают очень длительно, да. У них очень большой опыт сформировался в работе именно с такими людьми. Психологов у нас, конечно, нет, мы все юристы, но, конечно, можем помочь. И все-таки есть какие-то риски, когда человек вот заявляет о своем банкротстве? Да, конечно, есть последствия. Конечно, процедура непростая. Она юридически непростая, и она по времени не один день длится, да. То есть, конечно, есть после этого и последствия. Пять лет нельзя обращаться повторно за списанием долгов. То есть, эту процедуру можно проходить только пять лет. Раз в пять лет? Да, раз в пять лет. Следующее последствие – это каждый раз, когда обращаешься в банк, в течение пяти лет вы обязаны сообщать банкам и сотрудникам банка о том, что вы прошли такую процедуру. Делая заявку на кредит, вы обязательно ставите галочку «прошел банкротство». Банки дают кредиты, но это принимает решение банк в зависимости от ситуации платежеспособности и ответственности гражданина. И у него есть деньги на платежи ежемесячные, и он их делает регулярно. Есть возможность восстановить свою кредитную историю, поднять рейтинг и в дальнейшем уже более грамотно подходить своим финансовым обязательствам. Может ли банкротство каким-то образом повлиять на трудоустройство? В целом, все клиенты, которые прошли процедуру банкротства, могут занимать любую должность. Ограничения есть только в управленческие должности, финансовые, то есть в финансовых предприятиях. Только в финансовой сфере ограничения? То есть ни по каким другим отраслям таких ограничений нет? Если нет финансовой ответственности, то вы, пожалуйста, можете трудоустраиваться, ограничений нет. А есть ли какие-то ограничения по возрасту? Кто может стать вашим клиентом этого проекта «Бесплатное банкротство» от и до возрастной границы? Клиентом по социальному банкротству может стать любой житель Приморского края от 18 лет без ограничений. То есть даже если это глубоко пожилой человек, кроме пенсии, когда у него ничего нет, он может обратиться? Да. Расскажите про документы. Наверняка надо собрать какой-то пакет документов. Конечно. Федеральный закон предусматривает список документов, который будет необходим для прохождения банкротства. Этот список, конечно, такой большой. Внушительный. Это весь список берет на себя компания и в комплексе услуг полностью его собирает. Кроме личных документов клиента. Личные клиенты – это паспорт, СИЛС, СИЛС. Нас зрители посмотрят, где и как можно подать документы, узнать, еще наверняка у людей будут разные вопросы, где эту информацию получить. Единый центр защиты находится по адресу Алюдская, 45. Это бизнес-центр SkyCity. На остановке Семеновской находится офис 503. Мы работаем ежедневно с 8 до 20 и в субботу до 16. Юлия Анатольевна, а какие именно услуги вы в рамках этого проекта предоставляете? Давайте по пунктам их перечислим. Да, конечно. В рамках социального проекта «Бесплатное банкротство» мы оказываем такие услуги, как консультация, подробный первичный анализ документов клиента и правовой анализ по ситуации клиента финансовой. Это подготовка и сбор справок, которые будут необходимы для прохождения процедуры банкротства. Также подготовка заявления на банкротство и направление его в арбитражный суд. Очень важный пункт – это подбор финансового управляющего, который на протяжении всей процедуры будет сопровождать клиента нашего. От самого человека еще какие-то действия требуются, кроме того, чтобы дойти до вас и какие-то документы свои личные предоставить? Да, конечно. Первое – это решение. Часто именно оно является сложным решением. То есть прийти, признать для себя, что единственная возможность – это списать долг. Вот это первое, что нужно, и оно является важным. Все остальное компания в комплексе с нашей поддержкой оказывает клиенту. Дальше ему не придется ни в суд, ни с банками как-то общаться. Юлия Анатольевна, спасибо большое за актуальную, я думаю, полезную информацию для наших зрителей. Хотите что-то пожелать? Большое спасибо за гостеприимство. Очень приятно было быть у вас в гостях. И, конечно, хочу пожелать всем нашим зрителям и нашим клиентам списать все долги, которые лежат большой ношей тяжелой. И не стесняться, не бояться обращаться к нам. Вы поможете. И мы поможем.